Прямо сейчас мы проведем один из самых серьезных экспериментов на нашем канале. И для этого мне потребуется... Шашлык! 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 Шашлычки! Шашлык, шашлык, шашлык... Мы с ребятами хотим проверить, возможно ли при помощи розетки, обычной розетки, вот, это, знакомьтесь, розетка, пожарить шашлык. Как это будет работать? В общем, мы подключаем контакты к шпажке, плюс и минус. Здесь будет происходить короткое замыкание, шпажка будет накаляться, и шашлык должен жариться. Это будет самый оригинальный способ пожарить шашлык. Но, если получится... Не делайте так. Не делайте так, пожалуйста. Главное, не брать шпажку во время того, как он будет жариться, и не переворачиваться. Особенно не пробовать, на зубы вот так. Ну и чтобы вы понимали, шутки шутками, это действительно опасно, поэтому для этого мы приготовили вот это. Чтобы мы с этим никак не контактировали, а делали это на пульте дистанционного управления машинки. Тактика такая. Я включаю машинку, она едет, 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 и, что вы думаете, втыкается прямо в розетку. Происходит короткое замыкание, шашлык жарится, и все живы. Что, по шашлычку? Шашлык, шашлык, шашлык. И самое главное, все эксперименты, которые мы будем проводить сегодня, будут в этой квартире. Но в этой квартире есть одна особенность, потому что это не настоящая квартира, это даже не настоящая комната, это просто постройка. А все мы будем стоять за вот этой вот защитой в нашем ангаре. Так, ну а прямо сейчас на счет 3 мы начинаем проверку того, пожарится шашлык или нет. Все готовы? Да. Да. Раз, два, три. Опа. Так, короче, прямо сейчас произошло короткое замыкание, у нас в ангаре выключили свет. Так, а теперь включили, ура! Давай посмотрим, что произошло с шашлыком. Он абсолютно холодный, то есть если вы решите поджарить шашлык прямо на целой шпажке, вот таким вот образом, у вас просто вырубит электричество, потому что происходит короткое замыкание, у вас срабатывает автомат. Короче, здесь кусок металла цельный, и из-за этого здесь происходит вот такое вот сильное короткое замыкание, перенапряжение, я предлагаю это немного исправить. Просто взять и шпажку распилить. Ооо, юлдар, юлдар! Теперь, чтобы короткое замыкание произошло, мы обратно вставляем мясо в шпажку, но при этом так, чтобы металлические контакты не соединялись напрямую. Попытка номер два! Это я стреляю сейчас? Отвечивалась красная. Она перестанет хлопать, значит, она пожарилась, и через него не будет передаваться там. Смотри, 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 побелело мясо. Вы видите, как белок свернулся, и образовались вот эти вот... как будто готовое мясо белое. Иди сюда. Пахнет, как будто волосы чьи-то сгорели. Воу! Я думаю, то состояние, в котором сейчас шашлык, я думаю, это практически максимум того, что можно сделать. Потому что жарится это уже минут 5, все. Я предлагаю посмотреть на результат. Тащите нож и кетчуп! Ты выключишь сначала? Так, что же у нас тут? Вот это вот более-менее... Воу, он реально горячий. Воняет. Ну, смотрите, вот это чай шашлычка, она прям реально сготовилась. Пахнет, как будто что-то сгорело определенное. Это просто внутри уголь, по сути. Ну, слушай, не прям, не прям такой уж сильный уголь, если честно. Оно как бы сгорело, да? Ну, вот так вот выглядит. И вот так это выглядит в разрезе. Вот, собственно, все беленькое мясо. Шашлык на этом сделать невозможно. Вот так вот, собственно, это работает. Но на самом деле, у нас есть еще куча вопросов, на которые мы хотим ответить. Что произойдет с предметами, если их воткнуть в розетку? И все это мы узнаем в ходе сегодняшних экспериментов. Эксперименты. У-у-у-у-у! Ю-у-у-у! Сушлычка! У-у-у-у! Следующее, что мы воткнем в розетку, это батарейка. Вот такая вот огромная. И знаете что? Здесь нарисовано, что это нельзя вставлять в розетку. Странно, почему. Безумно интересно это проверить. И сейчас мы узнаем, почему же это нельзя вставлять в розетку. Само собой, вам это делать нельзя. Мы же в свою очередь показываем вам, почему это нельзя делать. Вам нужно просто посмотреть, запомнить, и больше такого никогда в своей жизни не видеть. Я не знаю, что может произойти. Да, сейчас это, конечно, выглядит гораздо опаснее, чем просто подключить шашлычок через спашечку. Я думаю, что будет с ним, я думаю, просто взорвется. Когда от машины аккумулятора иногда ошибается, она закипит и бум! Ну и также у нас уже заранее подготовлены огнетушители. Мощные! С розетками и огнем ни в коем случае шутить нельзя. Все готово! Поехали! Раз, два, три, три. Воу-воу-воу, пошла ряда! Воу-воу-воу! Ё-моё! Воу-воу-воу, пошла ряда! Воу-воу-воу-воу! Воу-воу-воу! Воу-воу-воу! Вот что произойдет, если воткнуть батарейку в розетку. Интересно, она хоть чуть-чуть зарядилась? Конечно же нет. Она наверняка очень сильно нагрелась. Даже провода нагрелись. Если вдруг вы когда-нибудь захотите зарядить батарейку, подключить ее к розетке, так как там много электричества, знайте, это так не работает, она взорвется. И сейчас мы прокачаем наш эксперимент батом. Это колонка для автомобиля. Она питается от 12 вольт. Мы подсоединим к ней 220 вольт. Посмотрим, что будет. Так, ребята, что, какой трек будет? Паркинштерк. Хе-хе! Вечерклайбл! Три! Паркинштерк. Че было? Так. Стой. Музыки сегодня не будет? Я хотел потанцевать. Так, ну что получается, как бы... У нас есть еще одно. Возможно, мы просто даже не успели заметить, что что-то произошло. Ну там как бы просто замыкание произошло, звук такой... Сам магнит вроде как не резонировал. Поэтому, чтобы это лучше увидеть, мы накинем сюда муку. По идее, она должна подпрыгнуть, если что-то произойдет. Ну и, наверное, хватит. Все убегаем? Готовы? Да. Раз! Два! Три! О, 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 вот работа. Ну так. Бук-бук! О, 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 вот теперь точно было пупырка, а не пупырка. Я не знаю, что здесь произошло, но вот произошло то, что произошло. Наверняка каждый из вас за всю свою жизнь видел хоть раз вот это. Торчащие из стены провода. И вот то ли они подключены к электричеству, то ли нет. Кто знает? Только, наверное, тот, кто сидит за стеной. Там, наверное, никого нету. Но чисто теоретически, что если вы возьмете эти два провода и сомкнете, что произойдет? Я предлагаю это проверить, поэтому у нас здесь сидит манекен. И мы ему сейчас дадим эти провода прямо в руки. Я буду немножечко манекеном. Если что, не переживайте, я нахожусь в резиновых перчатках, и я трогаю все это через манекен. Тут невозможно, чтобы просторикли. Раз, два, три. Опа! Прямо сейчас происходит процесс, безумно похожий на сварку. В принципе, сварка и работает по такому принципу. Манекен вроде целый, провода не сгорели в этой области. Но, само собой, если бы ваши пальцы были бы в месте контактов вот этих вот, произошла бы задница. В принципе, то же самое, что если бы воткнули бы пальцы в розетку. А вот если так, ну, как бы через провода тоже так делать не надо. Манекен у нас как-никак из тряпки состоит, а тряпка не проводит электричество, поэтому с ним все хорошо. А я в резиновых перчатках. Ну, а прямо сейчас, пальцы в розетку. Я думаю, это один из самых гуманных и при этом эффективных способов показать вам, что произойдет с вашими пальцами, почему так делать точно нельзя. Хотя, если честно, мне безумно некомфортно делать это с лапкой курицы. Все делается ради экспериментов. Для начала давайте посмотрим, вообще влезут ли пальцы в розетку, хотя бы куриные. Как бы сами прекрасно видите то, что, ну, мои пальцы, они туда при особом желании никак не влезут. А у курицы еще более-менее похожая тоненькая лапочка, поэтому шансы есть. Готовы? Ага. Раз, два, три. То есть, ну, возможно, здесь еще просто ногти. Но давайте представим, что произошла вопиющая ситуация, и вот эта штука по каким-то причинам была снята. Допустим, ваш папа начал ремонтировать розетку, отошел буквально на минуту, и вы, будучи ребенком, подбегаете к ней, вам безумно интересно, что там в розетке внутри находится. Поэтому давайте открутим крышечку. Отверстие стало чуть-чуть больше. Попытка номер два. Раз, два, три. О, боже мой. Что происходит? Ничего, пальцы по-прежнему не влезают. Идем дальше. Откручиваем следующий этап. Ваша розетка висит вот в таком состоянии. Поехали! Поздравляю! Короче, пацаны, нам нужно просто огорять провода. Как бы это ни звучало, но пальцы очень тяжело запихнуть в розетку, но все равно даже этого не пытайтесь делать. Почему? Потому что вдруг, мало ли что, у вас все-таки получится. Вдруг вы очень талантливый человек, и вот у вас все всегда получается. Вот почему нельзя трогать оголенные провода. Поехали, раз, два, три. Ваши пальцы просто начинают плавиться, и от них начинает идти дыно. О, скорее всего, куртка врезина. Самое забавное, что пальцы курицы, они просто приплавились. Смотрите, вот я держу, она повисла. Все это время через курицу проходил разряд в 220 вольт. И, как вы заметили, автомат у нас не сработал. То, что вы увидели слабкое, это минимальное, что могло произойти. Так что, как бы, не надо шутить с электричеством. В одном из экспериментов с розетками мы подключали Кока-Колу к розетке. И произошло что-то вроде этого. Я, конечно, понимаю, что в реальной жизни такое невозможно, чтобы кто-то взял и каким-то образом подключил это все к розетке. Но, тем не менее, вдруг это в какой-то параллельной вселенной возможно. Поэтому, чтобы вас это не беспокоило, и вдруг когда-то вы не задумывались о том, чтобы проверить, что произойдет. Я знаю, вы очень любознательные. Поэтому этот опасный эксперимент мы лучше покажем у себя в ангаре, в этой специальной, построенной для эксперимента, квартире. Это все действительно очень взрывоопасно. Это не шутки. Такое никогда, ни в коем случае, повторять не нужно. Ну, а первое, с чего мы начнем, это вот обычный дезодорант. Здесь нарисовано, что ни в коем случае нельзя подключать к огню. А электричество, в нашем случае, это что-то очень приближенное. Подсоединяем контакты. Все надели шлема? Предупреждаю, так делать нельзя. Почему? Узнаете через раз, два, три. Ооо! Ооо! Офигеть! Теперь, я думаю, вы поняли, почему нельзя так делать. Как минимум, потому что у вас могло произойти вот это. А в конечном итоге, это могло перерасти в пожар. А еще баллончик мог взорваться. Поэтому не стоит даже об этом думать, просто смотрите наши видеоролики. Спокойно сидя в кресле и в безопасности. Ну, а мы продолжаем и подключаем следующий баллончик. К вашему вниманию мы представляем баллончик с краской. Сможет ли он покрасить эту квартиру? Это останется вопросом еще ближайшие 10 секунд. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Оооо! Оооо! Ооо! Ооо! Оооо! Ооо! Ну, как вы можете заметить, краски тут не было. А квартира сгореть могла. Туши, пошли тушить, там камера. Снимай, снимай, снимай. Хотя, между прочим, видно то, что краска, смотри, она разлетелась. И то, что краска разлетелась по стенам совсем немножечко, это самое безобидное, как вы уже поняли, да? Что я могу сказать, чтобы вы не подключили к розетке, кроме тех приборов, которые для этого предназначены, будут явные серьезные проблемы с квартирой. Либо это сгорит, либо это загорится, либо это взорвется, либо это что-то вам сожжет, обожжет, убьет. Электричество опасная штука. Ну, а на этом, пожалуй, все. Спасибо за просмотр. Спасибо, что подписались и поставили лайк. Ну, а всем удачи, и всем спасибо, и всем пока!